...ковалёва Женчугула, ставочек графини Шевелетина. С фонтанным домом связана Анна Андреевна Ахматова. Она немало лет прожила, правда, уже в коммунальной квартире, в одном из флегелей этого дворца. Она и называла его фонтанной трубой. Сейчас это в здании филео-музея музыкального и театрального искусства. И есть отдельный музей, посвященный жизни и творчеству Анны Ахматовой, по которому, кстати, завтра день рождения, 23 июня. В конце XVIII века начинается сооружение гранитных мабережных панцантов. В то же время берега реки соединялась семью каменных трех пролётов на мостах. Эти мосты справились по образцовому проекту, то есть были все одинаковые. Их средняя часть была деревянной и разводилась для пропускомачтовых судов. Почти все мосты той серии тоже были перестроены. Перестроил свой мост, который он отходит в наш теплоход. В наше время он называется мостом Геленского. А этого первоначальное название Симеонский. Какое название он получил отцеп? И сейчас справа, вы имеете? Вы имеете в церковь Симеона, богоприемца и Анны Пророчицы. Она сохранилась в 30-е годы до XVIII века. Средний пролёт моста, под который пройдёт теплоход, когда ты был деревянным, а разводный. Симеонский. 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 Чынозель итальянский цирковой артист, Моэздика, трассировщик. Именно его помедия до сих пор носит начальник. Первый специально армией Mih цирку России. Это украли не появлялась в 19-м веке. До этого в стране нашей bracelet повара готов кише петло, то есть временные, переднажные цирки. Но здесь работает уникальный музей россии, единственный. Музей циркового искусства. А вот стоит наш церковь на месте большего слонового двора. В 40-х годах 18 века здесь жили 14 слонов. Гранит на набережной тогда эти еще не было, и прямо здесь слева сделаны деревянные насти, спуск в реке. Все эти слоны могли одновременно в контакте купаться. А тогда река была намного шире. И вообще-то было давно, в 18 веке. У наших 21-го слоноведкие гости в городе. Слева по горку, впереди Михайловский замок. Видите, развивается российский план, а когда-то там поднимали императорский штаб, да? Пожалуй, нет в городе другого старинного здания, которое было бы окутано таким туманом легенд и тайн, как это. Когда-то на месте этого замка стоял огромный деревянный летний дворец Елизавета Петровна, дочери Петра Первого. В том дворце у Екатерины Алексеевны, будущая императорица Екатерина Великой, родился сын Павел. По молодости-то произнесет пророчество и праздник. А здесь я родился, на этом месте хочу и верить. Когда сама Екатерина умирает, он приказывает новители за эту правду снести и строить этот замок. Построили его по тем меркам быстро, за грязь небольшим годом. И не успели, чем просохнуть стены, а операторская семья уже перебралась сюда. Павел считал свой замок неприступной резиденцией. До всех сторон была кружева вода. Спонтанка, бойка, дополнительно провели каналы. Мосты были тогда подъемными, на ночь их поднимали, и замок оказался на острове. Но, несмотря на меры предосторожности, самому императору Павлу суждено было в этом замке прожить всего 40 дней. Он был обед с заголовщиками прямо в собственной спальне. После его убийства замок долго пусталок, никто из императорской семьи там просто не хотел больше жить. Позже в нем разместили инженерное училище. Отсюда еще одно название замка инженерный. Сейчас это один из филиалов государственного русского музея. Но почему резиденция Павла называется Михайловским, а не, к примеру, Павловским замком? Михаил Архангел, Павел считал своим единственным покровителем. В честь Михаила Архангела осветили домовую церковь. В честь него и получил название этот замок. Но мы с вами остановились. Правила движения не интересны только на дорогах. На реках и каналах тоже существуют. Во-первых, ограничения по скорости не более 8 км в час по малым рекам и каналам. Но кроме того, перед каждым мостом мы должны пропускать суда, идущие сверху. Вот это мы сейчас и делаем.